Донецкий музыкально-драматический театр Криминально-музыкальная комедия Почему его? Потому что в этом спектакле задействованы все подразделения нашего театра Это и оркестр, и артисты-вокалисты, артисты балета и артисты драмы Спектакль пользуется огромной популярностью у нас Поэтому мы решили, что почему бы не познакомить жителей Дальнего Востока с нашим творчеством Это Гоголь, какова сверхзадача была в вашей постановке? То есть я так понимаю, что это все равно не копирка со всего, что делали раньше Это Гоголь, но это Гоголь в нашей интерпретации Весь гоголевский текст остался Единственное, мы поменяли главного героя Это не Ихарев, как у Гоголя А итальянский шулер, который попадает в Россию и пытается обмануть всех вокруг В конечном итоге все это для него не очень хорошо, мягко говоря, заканчивается Вы сказали, что есть возможность показать все возможности вашего театра Сколько человек приехало, какая труппа, сколько декораций, как это все везли? Мы привезли полноценный спектакль, это не антерприза Мы привезли полностью все декорации, это 5 тонн И приехали все участники этого спектакля В сумме со всеми и техническим составом, и с артистическим составом У нас приехало 79 человек Везли фурами, как через Россию это все проезжало? Сколько времени это заняло? Фура выехала с декорациями Потому что фуру пришлось... Потому что обычно возим этот спектакль двумя фурами Но в этот раз двумя было довольно сложно, поэтому такая огромная фура еще с прицепом на жесткой сцепке Фура выехала из Донецка 1 декабря И вот только на Дальний Восток консультирует? Да, 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 и вот именно, потому что первый спектакль мы отыграли во Владивостоке Вот она за день до спектакля, за день до монтировки, вернее, приехала во Владивосток Как сейчас чувствует себя ваш театр? Потому что мы читали и знаем, что были определенные проблемы И с созданием театра в связи с ситуацией геополитической Театр работает, театр жив Мы активно репетируем, мы выпускаем новые спектакли Вот перед самым приездом сюда у нас прошла премьера оперы-драмы Рыбникова Который нам ее предоставил И мы выиграли президентский грант Фонда культурных инициатив И выпустили этот спектакль Но работаем в онлайн-режиме, что не очень хорошо для театра, для актеров Я бы так сказал И вот эти вот гастроли, это всегда Это огромный глоток воздуха, наверное, для нас, для всех Потому что встреча со зрителем происходит сейчас только на гастролях В Донецке, к сожалению, мы не имеем возможности играть спектакли на зрителя Потому что у нас запрещены массовые мероприятия Мы не можем собирать зрителя в связи с обстрелами Вы уже были в Владивостоке Только сегодня вечером спектакль здесь, в Хабаровске Как вас принимает дальневосточная публика? Потому что приморчане наши соседи, мы их хорошо знаем Вообще ваши эмоции, ваши впечатления? Может быть, что-то уже успели посмотреть здесь, у нас, в городе? Зритель принимает замечательно Зритель очень теплый Зритель очень отзывчивый, очень понимающий Я прям был приятно очень удивлен во Владивостоке Потому что, зная, как принимает спектакль зритель Обычно такое полное принятие спектакля происходит где-то под конец первого акта Во Владивостоке зритель начал принимать спектакль И начал вместе с ним жить уже со второй картины первого акта Уже я чувствовал, что и актеры это почувствовали Мне все в антракте подходили Ты видишь, какой зритель? Ты видишь, что происходит? Вот, так что зритель у вас замечательный А что касается Дальнего Востока Что я очарован, честно говоря Я не ожидал, я мечтал побывать Но, сами понимаете, даже долететь к вам Это, ну, большая проблема А то, что это совпадает еще с тем Что мы можем привезти сюда спектакль и побывать Но надеюсь, что мы приехали к вам первый раз, но не последний Потому что ваша природа, ваши красоты вокруг Конечно, хочется сюда приехать не зимой Чтобы оценить по достоинству вообще всю прелесть края Но вот эти вот морозы полностью нивелируются отношением людей здесь Вы очень теплые, вы очень открытые С вами очень как-то уютно со всеми Ну вот Вот, возвращаясь непосредственно к спектаклю Игроки — это вот такая история, где Гоголь погружается, скажем так В темное человеческое, чтобы найти свет Вот как вы соотносите этот спектакль с сегодняшними вообще событиями С тем, когда люди действительно ищут свет, наверное, внутри себя и внутри окружающих Знаете, мы сделали, еще раз повторюсь, да Что это наша интерпретация У Гоголя это заканчивается по одному У нас это заканчивается по-другому Я не хотел бы забегать вперед Потому что все-таки, наверное, лучше сначала посмотреть спектакль Но, наверное, открою Сам финал Да, у нас, у Гоголя Ихарев У нас, вот, Лоренцо Барро Так его зовут, этого главного героя Иностранец, итальянец Да, его оставляют ни с чем И он прям в финале говорит, что бессовестная земля Но в конечном итоге, в самом финале, финале его принимают в эту большую семью И мы показываем, что деньги Это вообще не главное Главное Душевное отношение друг к другу Ну вот, у нас про это спектакль Ну, я думаю, что и наша публика вот с этим душевным отношением примет вас Мы вас очень рады видеть здесь, в Хабаровске, в нашей Преамурской земле И очень надеемся, что вам понравится на нашей сцене Спасибо вам огромное, я тоже на это очень надеюсь Я рассчитываю на то, что у нас в спектакле очень много песен И все песни в основном это песни Гарика Сукачева Надеюсь на то, что зритель будет подпевать Тут можно подтанцовывать Я надеюсь, что, как я говорю, что зайдет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!